На окружное совещание под руководством Юрия Чайки съехались все приволжские прокуроры, их заместители, руководители правоохранительных органов республики. Такому расширенному заседанию предшествовала целая серия региональных встреч. Об их итогах, принятых решениях расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. Каждый год о проблемах в жилищно-коммунальной сфере говорят с самых высоких трибун. Но все повторяется снова и снова. Меры, которые предпринимаются для их решения, оказываются неэффективными. Нагляднее всего это показывают результаты проверок. Только к административной ответственности в этом году удалось привлечь более 4 тысяч должностных лиц. Все проблемы в сфере ЖКХ сводятся к человеческому фактору. Нарушения допускаются даже при исполнении федеральных программ. Практически во всех регионах округа выявлено нарушение при производстве работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с привлечением средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Наибольшее распространение имеют нарушения, связанные с некачественным и несвоевременным ремонтом и завышением объема строительных работ. Одна из причин, порождающих неправомерное и неэффективное расходование денежных средств фонда и бюджетов различных уровней при производстве капитального ремонта многоквартирных домов, связана с отсутствием взыскательного контроля как на стадии производства, так и при приемке оконченных работ. В штатах же региональных жилищных инспекций и органов местного самоуправления зачастую отсутствует достаточное количество специалистов в области строительных технологий, способных выявлять недостатки, определять стоимость, цену, реальный объем ремонта. Ресурсы, которые выделяются на развитие системы ЖКХ, тратятся не всегда эффективно. Часто выявляются случаи незаконного прекращения подачи воды, газа и электричества. Причина этому – изношенность коммунальных сетей. В некоторых поселениях к их ремонту не приступали на протяжении 10 лет, а то и больше. Износ основных фондов предприятий составляет более 50%. В результате прокурорскими проверками выявляются многочисленные случаи незаконного прекращения подачи воды, тепла, электричества, в том числе по причине аварий и неудокторительного содержания жилищно-гональной инфраструктуры. Грешат не только руководители коммунальных предприятий, но и чиновники самых разных рангов. Для некоторых сфера ЖКХ – это неплохой способ наживы. С начала года по статье «Мошенничество» было возбуждено более 300 уголовных дел. В большинстве из них преобладают коррупционные схемы. Ущерб таких махинаций ценен в 850 миллионов рублей. Возрастает и количество организаций, объявивших себя банкротом. На территории округа 171 организации жилищно-коммунального комплекса находятся в различных процедурах банкротства и 74 в стадии ликвидации. Общий объем их задолженности за поставленные ресурсы составляет почти 1 миллиард рублей. Такое положение требует от нас дополнительных усилий, поскольку посягательство на вверенные имущества со стороны уже арбитражных управляющих также имеет место быть. Проверки проводятся часто, нарушения выявить удается. Но не всегда это оборачиваются уголовными делами. Баланс между надзором в сфере ЖКХ и реальным приговором слишком явный. К примеру, в Мордовии ни одна из прокурорских проверок не обернулась судебным вердиктом. А судами рассмотрено всего 12 уголовных дел на территории прокурора. Из тех, которые были возбуждены. Но, говорит о сумме возмещенного ущерба, которая только по возбужденным уголовным делам превышает 200 миллионов рублей, хотя, очевидно, она значительно больше и не соответствует реальным понесенным затратам. Есть нарекания и к работе самих прокуроров. Порой к проверкам они подходят слишком лояльно. Прокурор Цивильского района Чувашской республики, выявив завышение стоимости произведенных работ по капитальному ремонту на сумму свыше 700 тысяч рублей, а также финансирование непредусмотренных законодательством работ на сумму более 1 миллиона, ограничилось направление материалов органам предварительного расследования. Лишь в текущем году прокурор Пермского района в Пермском крае обратился в суд с заявлением о понуждении МОС Соколовское сельское поселение принять программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, несмотря на то, что согласно требованиям закона она должна была быть утверждена еще в 10-м году. В республике с начала этого года было выявлено около 200 нарушений в жилищно-коммунальной сфере. В первом полугодии в прокуратуру поступило более 15 тысяч обращений. Настоящий ажиотаж стоял и в дни работы Чувашской приемной Юрия Чайки. Прямо во время совещания представители четырех организаций принудили исправить свои недоработки. Жалоб в их адрес поступило множество. Прокурорский надзор при расследовании уголовных дел будет только усилен. Вопросы по исполнению законодательства своих подчиненных Юрий Чайка потребовал взять под личный контроль. Все виновные должны бояться штрафов и реальных уголовных сроков. Только тогда в сфере ЖКХ будет наведен порядок, подытожил генпрокурор. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.